компания ukitel выпустила очередной защищенный планшет rt5 со стандартами защиты ip68 и ip69 кей а также производитель заявляет что rt5 останется невредимым при падении с высоты до полутора метров планшет предлагается для суровых условий так как может пережить падение в воду грязь песок пыль также он подойдет для рукожопов и уж точно для детей таскающих планшет на улицу и постоянно его роняющих вот для моих детей точно нужен именно такой планшет потому что три обычных незащищенных отошли в мир иной именно по причине отсутствия стандартов ip68 69 и один к сожалению не пережил падение с высоты менее метра на пол правда есть один весомый нюансик вес okitel rt5 865 граммов планшет весом почти килограмм он тяжелый то есть на весу его долго не подержишь нужно класть или на коленке или на подставку ставить в общем на что-то захочется опереть его точно начнем с распаковки и что нас встречает белый кусочек поролона такого плотного зарядка type-c зарядка быстрая на 33 ватта это отлично кабель питания передачи данных юсби си на юсби си все как бы в современном стиле на сегодняшний день сам планшет который весит офигеть сейчас принесу прям весы взвесим тяжеленький но выглядит он классно очень близко показываю смотрите качественные материалы okitel умеет делать хорошие гаджеты все аккуратненько конечно здесь защищенные углы если планшет класть вниз экраном то вот видите бортики да он будет опираться на края модель rt5 и вот в принципе основные характеристики которыми они хвастаются на которые не делают упор для нас для покупателей сзади тоже все аккуратно все симпатично прям поблескивает логотип okitel основной модуль камеры на 16 мегапикселей но такой крупненький может быть он даже что-то и более-менее нормально фотографирует и снимает видео обязательно посмотрим на правой грани качелька громкости кнопка включения выключения нажимается очень приятно ничего не люфтит совершенно сверху сто процентов микрофон на нижней грани находятся два динамика на левой грани две заглушки разъем type-c и под лоток если будет большое желание погружать его воду вот эти уплотнительные крышки нужно очень хорошо прижать как обычная инструкция которая чтобы было игла чтобы достать лоток и глаз зацепом для того чтобы можно было поддеть заглушку лоток либо на две симки либо sim плюс флэш под рекламной пленкой наклеена еще одна защитная наклеена аккуратно без пузырей широкие конечно рамки у него в палец практически толщиной как раз белый яркий экран можно посмотреть на подсветку она равномерная никаких засветов или темных пятен у планшета не наблюдаю экран ips 10 и 1 дюйма разрешение 1200 на 1920 точек частота обновления 60 герц экран простой но к нему нет никаких претензий экран неплохой цвета хорошие вот пример качественного яркого видео смотреть приятно и этот экран не отдает какой-то дешевизной можно отметить большой запас яркости если выкрутить на максимум то в помещении совсем некомфортно просто в глаза выжигательная яркость поэтому для моих глаз приятно смотреть на уровне 30 25 процентов минимальная яркость тут тоже отлично снизить можно очень сильно и в полной темноте если кому-то это важно будет максимальный комфорт для глаз также в настройках экрана можно поиграться с насыщенностью цвета и выбрать любой режим на свой вкус можно выбрать насыщенные цвета можно сделать более спокойный режим внутри 8 гигабайт оперативной памяти плюс 256 гигов постоянной которую можно расширить за счет micro sd флешки до 1 терабайта процессор mediatek 8788 восьмиядерный по 2000 мегагерц проц простенький планшетный так скажем 2020 года на уровне примерно helio p60 видеочип mali g72 в antutu набирает все это железо 225 тысяч баллов на сегодняшний день приемлемый результат тянуть будет планшет все кроме требовательных графики игр если ориентироваться на популярную игру геншин impact то поиграть нее получится но на самых минимальных настройках графики и вот несколько секунд геймплея асфальт 9 rt5 вытягивает даже на максимальных настройках графики в общем и целом большинство игр на планшете будут запускаться но требовательные будут на минималке процессор практически не троттлит среднее значение получилось 170 гипс час игр на средней яркости средней громкости съедает 13 процентов заряда аккумулятора для игр его хватит на 7-8 часов для видео часов на 9 при этом планшет практически не нагревается нагрев происходит в центральной верхней части немножко чувствуется повышение температуры но это совершенно незначительно и на это не обращаешь внимание емкость батареи заявлено 10000 миллиампер час у меня получилось залить него на слабо точной зарядки 9400 передняя и задняя камеры тут от samsung по 16 мегапикселей каждая и вот здесь хочется отметить что камера наконец-то в бюджетном да еще и защищенном планшете очень даже ничего селфи камера на 16 мегапикселей full hd без автофокуса но смотрите прям неплохо да да я смотрю на экран зачет очень даже ничего для видео звонков вполне сгодится но и для примера пара фотографий с основной камеры и небольшой отрывок примера видео также фишка этого планшета есть режим для подводной фото и видео съемки клавиша громкости вверх делает фото клавиша громкости вниз меняет режим фото на видео то есть сенсорный экран не работает иначе под водой он будет фантомные ножом нажатия происходить и под водой ничего не получится снять и также верхней клавиши можно начать запись видео и остановить чтобы выйти из этого режима нужно просто нажать кнопку включения выключения планшете есть стереодинамики направлены они вниз звук неплохой здесь не суперский не фуфло ну такой средненький нормальный хороший звук вполне для планшета нормально для бюджетного тем более есть вибромотор bluetooth 50 вайфай двух диапазон на 2 и 4 и 5 гигагерц nfc здесь нет gps глонас поддерживается 20 спутников он ловит там где я нахожусь точность плюс-минус один метр ну я считаю что это отлично вот такое весомое изобретение получилось у компании у китель напишите что вы думаете о таком планшете кому такой вообще может пригодиться кому он реально будет полезен может кто-то напишет что это для дяди васи сварщика из соседнего гаража поделитесь своими версиями ссылка на у китель rt5 в описании под этим видео но мне на сегодня все друзья всем добра увидимся и пока пока а